Вот видит Бог, я не хотела есть этот сыр, но вот этот мужчина, который лежит рядом со мной, он меня просто заставил есть. Это ужасно. Надо спать ложиться, а я вижу сыр же. Очень вкусный, видите, который мы с ним купили. Он уже весь съел. Причем, дайте вот сейчас какой закон подлости. Только что все освещалось от телевизора. Но когда я стал записывать, почему-то стал такой кран. О! Короче, я все убрала, я молодец, разобрала. Две машинки отмылась. Ну, посуды. Это же тоже целая история. Разгрузи, загрузи. Сходила в ванну, полежала в ванне. Торик, что ты смотришь? Вот, животные все на местах. И мы ложимся спать. Был классно, очень вовремя, конечно. Такой кран стал, что меня не видно. Вот. Лежу тут вся такая вкусно пахнущая, ароматная. У меня кран такой для рух. Для рух. Для рух. Для рух. Рухте. С кокосом. У тебя вкусно пахнет. Прямо такие ручки мягкие. Прямо мне нравится запах. Я все просто жду с вами, разговариваю. Думаю, можешь ключ сейчас я вам покойно ческать. Сейчас еще написала в телеграме. Блин, вообще не видно. Что за, блин, происходит? Написала в телеграме. Короче, я тут воюю с интернетом несколько дней. У нас вообще в квартире какой-то катакомб. Да еще что ли? Продолжай есть, сэр. О, не видно. Короче, плохо. Интернет и мобильный, домашний. Приходится там переключать, что-то делать. Вот я подумала. Представьте, а? Не то, что у меня только, да? Например, отняли интернет. А вообще ни у кого его нет. Просто раз, и исчез. Представляете, какой будет хаос. И стресс. Но при этом я вот стала думать, об этом думать. Но мы, мое поколение. Более старшее поколение. Мы жили без него. Да, нам будет сложнее там. Но мы умеем искать информацию без интернета. Мы можем разбираться в картах. Имеют, которые, знаете, там, доехать куда-то на машине, еще что-то. Вот. То есть я... У меня уже была машина, когда появились первые такие навигаторы стационарные. Мы ездили в путешествия по картам, прям смотрели. Вот. Ну, бумажные. А там еще что-то. А вот дети наши, которые после поколения. Они же, мне кажется, вообще будут растерянные. Самое главное, что этого они сейчас не учат. Так, на всякий случай. Хотя, Лики, я иногда вот, ну, какие-то мы с ней проговариваем вещи от того, что, ну, если вдруг интернета нет, то там что-то я пытаюсь объяснить. Вот. Классно, да? Вообще в темноте я просто разговаривала. Ну, ладно. Не, ну, просто вот представьте. Ну, правда, нет интернета. Но при этом наши головы станут более... Будет меньше стрессов, я уверена. Меньших депрессивных состояний. Наши головы станут более ясными. Потому что не будет такого информационного шума вокруг, который наш мозг просто не успевает обрабатывать. Повысится работоспособность и обучаемость. Ну, конечно, не прямо на стопроцентно. Вот. Вот это мне так кажется. И еще мне кажется, что... Что мне еще кажется? Ну, короче, что в этом есть и плюсы, и минусы. В любом случае. Ну, их, наверное, больше. Вот. Ну, вот просто представьте. Знаете, вот общение. Мы же привыкли легко общаться. Все это. Музыку послушать. Вот музыку сейчас все слушают через интернет. Я вам скажу, как сейчас я вот много езжу, слушаю радио. Радио не рассчитывайте. Мы включим радио. На радио одно какое-то балабольство сейчас и перебивки. Песню толку не послушаешь. Ну, да, есть музыкальные каналы. Нет, ну, я не парюсь, у меня пластинки есть. У нас уже даже у многих, да, нету там... Ну, я не беру то, что мы в мире, там, банки, еще что-то. Ну, даже вот человеческий фактор. Понятно, что с экономикой будет там. У нас все завязано на интернет. Производство и все. Ну, я беру сейчас так вот. Конечно, глобально брать, да? Ну, человеческий фактор. Но, мне кажется, как-то вот меньше станет стрессов при этом. Вот, ну, вы знаете, я вот... Единственное, что еще вот я думала... Говорю, я в телеграм-канале написала, просто всегда дублирую. Вот там уже люди бы всегда... Ну, чаще всего, конечно, людям... Как сказать... Прогресс, да, какой-то отрицают. К новым привыкают. Но со временем все равно привыкают, да? Человек умеет приспосабливаться, человек умеет привыкнуть. А сколько понадобится времени, чтобы привыкаться, что интернета нет? Чтобы закончился этот хаос, этот стресс, то, что вы не... Сколько человеку сейчас нужно будет времени, лет? Я не знаю, ну, чтобы... Ну, лет, это уже понятно, чтобы новые поколения родятся, которые жили без этого, все. А вот первый момент, то есть, сколько времени на это потребуется? Короче, мысли на ночь. Ну, что-то вот я прямо задумалась. Так интересно. Нет, знаете, наверное, прикольно там на пару деньков вот так попробовать, да? Не навсегда. Но чтобы никто не знал, что это на пару деньков. С другой стороны, это будет хаос. Ну, правда. Ну, это я так думаю, потому что я, наверное, такая... Ну, я же, типа, знаю, что это на пару деньков. А вот с этим, ты не знаешь, просто вот выключить. Как общаться, да, вот это все. А если мобильная свадьба пропадет, я вообще не знаю, как люди будут общаться, потому что все уже все так... У нас есть мобильные, подключали домашние телефоны. Ну, у многих у меня-то есть домашние еще. У меня бабушка пользуется. Я считаю, пусть будет. Вы просто представляете, подключали домашние телефоны все, и вот так раз один день нету. И все. Письма голубями писать. Да и голубей такого количества уже нет.